20-я армия возвращается в Воронеж. Рисунок к статье. В районе аэродрома Воронеж-Балтимор планируется построить новый военный городок. Фото с официального сайта Министерства обороны РФ Россия укрепляет военную инфраструктуру на границе с Украиной. На территории Воронежской и Ростовской областей развертываются по полному штату подразделения и части сухопутных войск, СВ, которые ранее находились в резерве. Расконсервируется и расширяется Богучарский полигон, а вблизи военного аэродрома Балтимор будет построен новый военный городок. При этом штаб 20-й общевойсковой армии, видимо, скоро возвратится в Воронеж. Такие выводы можно сделать по итогам недавней встречи командующего войсками Западного военного округа, СВ, генерал-полковника Анатолия Сидорова с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Данную информацию Минобороны не подтверждает, но и не опровергает. Хотя местные СМИ охотно цитируют слова губернатора о значимости для Воронежской области возвращения сюда 20-й армии. «Мы рады передислокации. Армию провожали в свое время с грустью, потому что для нас всегда было очень престижно, что она размещалась именно здесь», заявил глава региона в минувшую пятницу после встречи с генералом Сидоровым. Штаб и управление 20-й общевойсковой армии из Воронежа убрал в 2010 году своим распоряжением тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков при поддержке экс-начальника генштаба Николая Макарова. Тогда, как известно, они порезали множество других частей и соединений российской армии, в том числе и в Нижегородской области расформировали 22-ю армию Московского военного округа. На ее место и была передислоцирована 20-я армия. Теперь же, судя по всему, все возвращаются на круги своя. Армия не только будет возвращена, но и будет создана новая военная инфраструктура в регионе. Во время встречи с Гордеевым командующий войсками ЗВА сообщил, что Минобороны планируют построить в районе аэродрома Воронеж-Балтимор новый военный городок. По плану работы должны завершиться в 2015 году. Какие конкретные новые воинские части появятся в этом военном городке, не сообщается. Но уже ясно, что совсем скоро строящиеся казармы пополнятся личным составом, ангары, боевой техникой. Другая важная задача для Минобороны, которую обсуждали Гордеев и Сидоров, минус расширение полигона, расположенного на территории Богучарского муниципального района. Как отмечалось, для окончательного решения данного вопроса Минобороны необходимо дополнительно проработать тему с правительством, граничащей с районом Ростовской области. Данный вопрос для управления обороны страны, конечно, значим, поскольку Ростовская область входит в зону ответственности Южного военного округа, ЗВА. А Воронежская область и все дислоцированные в ней военные объекты и гарнизоны входят в состав ЗВА. Почему расширяют полигон, который будет находиться уже на территории двух военных округов и подчиняться командованию ЗВА, не сообщается. В СМИ лишь прошла информация о том, что в районе Богучары разместится мотострелковая бригада. Кстати, до 2009 года здесь дислоцировалась 10-я гвардейская танковая дивизия, которую в 1991 году вывели из Германии. Кроме Воронежской области часть соединения дислоцировалась в Курской области, 6-й гвардейский мотострелковый полк. Шесть лет назад дивизию по распоряжению Анатолия Сердюкова сократили, создав на ее основе базу хранения и ремонта военной техники. И вот теперь эту базу вновь развертывают до штатов соединения. С чем связаны такие шаги, Минобороны не сообщает. Хотя в экспертном сообществе считают, что данная деятельность вытекает из уточненного плана обороны на 2015 год, который недавно утвердил президент Владимир Путин. И этот план касается ситуации в Донбассе. По мнению военного эксперта генерал-лейтенанта Юрия Анеткачева, в 2014 году у РФ появились новые военные угрозы. Киев угрожает реваншистским походам на Крым и переносам боевых действий на территорию России. И здесь, конечно же, министр обороны Сергей Шойгу должен наращивать боевой потенциал вооруженных сил, в том числе на западе страны в связи со складывающейся военно-политической обстановкой. Если штаб 20-й общевойсковой армии снова передислоцирует Воронеж, то, думается, это будет правильное решение, минус считает генерал-лейтенант Сергей Скоков, который в 2009-2011 годах возглавлял главный штаб сухопутных войск. По его мнению, тогда для многих военачальников и экспертного сообщества было очевидным, что перевод в 2010 году этого объединения из Воронежа в Мулино, Нижегородская область, оголял Запад России, создавал трудности для построения там надежной обороны. Но эти мнения не учли тогда не бывший министр обороны Анатолий Сердюков, не начальник генштаба Николай Макаров. Теперь их ошибки приходится исправлять. И исправлять их, видимо, буду оперативно, поскольку ситуация в Украине по-прежнему тревожная, а страны НАТО усиливают свои группировки уже в непосредственной близости от границ России.